Пятый юбилейный фестиваль «Черная роза» пройдет в Иванове 26 и 27 апреля. О сюрпризах этого мероприятия журналистам рассказали организаторы главного музыкального события в мире эстрадной песни и шансона. Международный статус фестиваля имеет не только на словах. Отборочные туры среди исполнителей лирических песен, баллад прошли в восьми странах мира. В течение пяти лет этот фестиваль себя показал как значительный форум, как самодостаточное мероприятие, которое имеет определенного зрителя. И этот круг зрителей, как если, допустим, на первом фестивале было опасение, а вдруг не взрастется он, из года в год становится все шире и шире. Залы собираются полные, что показывает, что фестиваль нужен, фестиваль востребован и интересен. За пять лет организаторы музыкального фестиваля «Черная роза» достигли многого. В частности, шансон теперь воспринимается не только как исключительно приблотненная криминальная музыка. Этому жанру стал возвращаться первоначальный смысл. В переводе с французского «шансон» – это народная песня. То есть, года в год растет наполняемость зала. И люди, на следующий год, побывав однажды на наших мероприятиях, меняют свое отношение к жанру, понимают, что это хорошая песня, душевная. Это там музыка, которую слушают и душой, и сердцем. И на следующий год уже приходят к нам, приводят своих знакомых, и наша аудитория в нашем городе растет. Фестиваль «Черная роза» открыл новые имена среди исполнителей. Для талантливой молодежи выход на большую сцену состоялся только благодаря участию в отборочных турах, в их числе «Ксения Небесная». Это, наверное, единственный фестиваль, в котором действительно соблюдены все правила честные. То есть, в плане конкурсантов, в плане жюри. То есть, нет никаких подкупов, нет никаких интриг, вот этого всего нет. И действительно, хочется ехать на такой фестиваль. Потому что зачастую везде это присутствует, и когда ты это все понимаешь, осознаешь, то уже неинтересно принимать участие. Для победителя фестиваля организаторы приготовили золотую розу – неизменный символ. Раньше статуэтки дарили всем участникам гала-концерта. Но в этом году их получат только хедлайнеры, которые готовы выступать бесплатно ради заветной статуэтки. 27 апреля на сцене Музтеатра будет петь Евгений Кемеровский, Денис Мафик, Любаша. Ивановцы услышат несколько пример песен в живом исполнении. Любовь Почерненку, Олег Милехин, РТВ Иваново.